Какова длительность ремиссии при хроническом язвенном колите, если диагноз был подставлен 32 года? Да по-разному. Бывает несколько лет ремиссии, а бывает несколько месяцев, бывает несколько дней. Очень разнообразные заболевания. Спустя 9 лет после диагноза язвенный колит появился аутоиммунный атрофический гастрит целиакия. Как помочь кишечнику, кроме безглютеновой диеты, контроля уровня железа, В12, витамина Д, как увеличить срок ремиссии по язвенному колиту? Ну, на самом деле, однозначного ответа нет. Нужно искать хорошего гастроэнтеролога, который вам в этом плане поможет. Вы можете написать в директ. Я вас сориентирую на гастроэнтерологов, которые занимаются лечением язвенного колита. По крайней мере, как второе, либо третье мнение. Вы можете получить их консультацию, ну и как-то попробовать разобраться с этим. На самом деле, люди, которые болеют язвенным колитом более 10 лет, у них более высокий риск развития уже опухоли толстой кишки именно на фоне язвенного колита. Буквально перед Новым годом два молодых человека, один из них молодой человек, другая молодая женщина, которые столкнулись с этим. Они болели язвенным колитом около 10 лет каждый, но при этом достаточно неадекватную терапию получали. То есть воспалительный процесс все время был в той или иной форме в кишке. И на фоне вот такого хронического воспаления кишка более подвержена в том числе таким локальным генетическим изменениям, которые приводят к формированию раковой опухоли. Продолжение следует...